Huawei P Smart – бюджетный смартфон от китайского гиганта, на первый взгляд выглядит весьма интересной покупкой. Есть ли у него серьёзные недостатки? Сейчас узнаем. А заодно сравним его с новым бестселлером бюджетного сегмента – Xiaomi Redmi 5. И перед тем как начать, напомню подписаться на телеграм-канал Smart Обзор, где я опубликую самые интересные скидки и купоны на смартфоны с различных онлайн-площадок. Ссылка будет в описании. Ну что, погнали! Для начала о внешнем виде. P Smart получил симпатичный металлический корпус с пластиковыми вставками сверху и снизу. Redmi 5 же имеет пластиковый корпус с металлической задней крышкой. Могу сказать, что выглядят аппараты схоже. Качество сборки идеальное, никаких люфтов и скрипов, всё сделано на 5 с плюсом. Спереди телефоны очень похожи, но Redmi 5 выделяется закруглёнными углами дисплея, а P Smart – надписью Huawei под экраном. На белой версии она не так заметна, но на мой взгляд лучше бы всё же от неё отказались. По разъёмам всё практически одинаково. Миниджек и порт microUSB для зарядки. Xiaomi выделяется лишь наличием ИК-порта на верхней грани. Отмечу также, что оба бюджетника имеют цветовой индикатор на лицевой панели. Сканеры отпечатка пальцев расположены на спинке, срабатывают быстро и точно. Здесь хочется похвалить оба аппарата. И хотя на Redmi он всё же чуть пошустрее, но это совсем не критично. Теперь об экранах. Смартфоны имеют дисплей диагональю 5,7 дюйма, соотношением сторон 18 на 9. Могу сказать, что качество матриц у оппонентов на одинаково высоком уровне. Минимальная инверсия, широкий диапазон регулировки яркости. Но P Smart в данном аспекте лучше, так как экран здесь имеет разрешение Full HD+, тогда как Redmi 5 довольствуется HD+, дисплеем. Отмечу, что на Huawei при желании разрешение также можно понизить до данного значения. В итоге картинка на P Smart более чёткая. Full HD+, на 5,7 дюймах смотрится прекрасно. Далее звук. Здесь уже Redmi 5 берёт реванш. Звук внешнего динамика ощутимо сочнее и громче. У P Smart он достаточно тихий и плоский. В наушниках Redmi 5 также звучит интереснее. Так что здесь безоговорочная победа бюджетников от Xiaomi. Следом поговорим о производительности. Redmi 5 работает на Snapdragon 450 с графикой Adreno 506. Связка отличная и вкупе с HD+, разрешением экрана, позволяет играть в танки на максимальных настройках, выдавая 45-60 фпс. Напомню лишь, что у Redmi 5 лучше выбирать вариант 3.32 или 4.32. Оперативки много не бывает. А что P Smart? Как многие уже догадались, в данном аспекте аппараты от Huawei обычно в отстающих. Но на самом деле с P Smart всё не так и плохо. Kirin 659, Malite 830. В RF продаётся версия на 3.32 гигабайта памяти. В Китае же можно купить и вариант 4.64. Отмечу, что оба аппарата имеют поддержку карт microSD. В танке на максимальных настройках вы будете наблюдать 10-15 фпс. На средних около 35-40 с периодическими просадками. Но что если уменьшить разрешение до уровня Redmi 5, то есть HD+. Нет, максималок вам всё равно не видать. Но на средних настройках P Smart выдает стабильный 40-60 фпс. Играть вполне комфортно. В PUBG Mobile вы также сможете поиграть. Правда, лишь на минимальных настройках. На средних очень сильные тормоза. Играть практически невозможно. В общем, Huawei конечно отстаёт, но с этим вполне можно жить. А что с автономностью? 3000 мАч у P Smart против 3300 у Redmi 5. За полчаса просмотра YouTube на средней яркости P Smart тратит 7% заряда против 5% у Redmi 5. Полчаса игры в танки 13-14% против 12% у Xiaomi. В общем, разница есть, но она небольшая. Плюс-минус сравнимые показатели. Пару слов об оболочках. Здесь я долгое время пребывал в настоящем ступоре. Нет, с Redmi 5 всё понятно. MIUI 9, подробный обзор на которую вы можете посмотреть по ссылке в описании, по-прежнему хороша. Есть поддержка управления жестами, скорость работы прекрасная. В общем, всё отлично. Но вот что случилось с MUI, для меня просто загадка. Пятая версия летала на всех гаджетах от Huawei. Никаких лагов и фризов. Но P Smart под управлением первых версий MUI 8, основанной на Android 8, работал крайне неторопливо. Я регулярно ловил подёргивания и тормоза в работе интерфейса. И, честно говоря, совершенно не был к этому готов. К счастью, с последним обновлением ситуация значительно улучшилась. И теперь этим аппаратом пользоваться вполне комфортно. До пятой версии по скорости пока, конечно, не дотягивает. Но, думаю, с дальнейшими обновлениями ситуация будет улучшаться. Ну что, поговорим о камерах? В P Smart в качестве основной стоит двойной модуль на 13,2 Мп с f2.2. У Redmi 5 же одинарный модуль на 12 Мп. Днём фотографии хороши на обоих аппаратах и равны по детализации. Но P Smart выдает очень тёплую картинку. Redmi 5 реалистичнее передаёт цвета. Вечером я особой разницы не вижу. Детализация вполне сносная и примерно на одном уровне. Не камерафоны, конечно, но большинству пользователей этого уровня точно хватит. А вот теперь для многих самое интересное. Беспроводные интерфейсы. С приёмом LTE тут ожидаемо никаких вопросов. В глобальных версиях оба телефона имеют поддержку всех необходимых частот. Но у P Smart в наличии NFC-модуль. А значит, имеется поддержка бесконтактных платежей через Google Pay. Ну наконец-то! Как же долго я ждал современный бюджетник с NFC. И от Xiaomi, похоже, этого не добьёшься. Для некоторых это будет серьёзным аргументом. В пользу выбора бюджетника именно от Huawei. Ну что, поговорим о ценах и подведём итоги. Huawei P Smart на Али стоит от 190 долларов за 3.32 и от 210 за 4.64. Redmi 5 3.32 на Али стоит около 130 долларов. 4.32 стартует с отметки 170 баксов. При этом есть ещё и базовый 2.16 за 115 долларов. В RF разница в стоимости меньше. P Smart 3.32 обойдётся вам примерно в 12-15 тысяч. Redmi 5 3.32 стоит около 10-12 тысяч. Что мы имеем? Redmi 5 дешевле. У него лучше звук, лучше производительность и немного лучше автономность. P Smart дороже, но у него более качественный экран и в наличии NFC-модуль. Кого выбрать, решать только вам. От себя скажу, что если вы не играете в игры, то я считаю переплату в пару тысяч за Full HD экран и NFC вполне обоснованной. Ну а кому NFC и Full HD экран не критичны, смело берите Redmi 5. За свои деньги лучший аппарат найти крайне проблематично. А что вы скажете? Пишите в комментариях. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Всем пока.